Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео обсуждаем Шеридана Ракетного, старт ивента на который ожидает огромное количество игроков. Но точно ли все вы знаете, чего вы конкретно ждете и почему с таким нетерпением? Да, окей, Шеридан Ракетный это уникальная машина, у которой есть ракеты. Ну, в принципе, из названия это понятно. Если вы обратите свое внимание на вооружение данного танка, то обратите внимание, что вот эти вот кумулятивные на 490 единиц альфы, они управляемы. Это голдовые снаряды, поэтому запаситесь серебром, если захотите полностью реализовывать Шеридана. Если вы будете играть на обычных подкалиберных, либо на осколочно-фугасных, то он ничем не будет отличаться от своей проходной версии, в которую его превратили в свое время, выводя ракетного из игры и превращая его в коллекционку. Но в целом, ребят, вы еще и хуже будете играть по одной простой причине, потому что здесь время перезарядки орудия 1365 и это приводит к ДПМу в 2460. 2460 против ДПМа проходной версии, которая у нас, ребят, составляет 2630. Таким образом, получается на 200 единиц у Шеридана обычного проходного ДПМ выше. И это связано с тем, что время перезарядки на одну секунду меньше. Если вы посмотрите на броню данных машин, то обратите внимание, что они ничем не отличаются абсолютно. Это тупо два одинаковых танка. То есть, по большому счету, разница между ними только в наличии у Шеридана ракетного ракет управляемых, а у обычной проходной машины обычные снаряды. Вот и вся разница. Что же касается сравнения с другими машинами на уровне, на 10 левеле у нас 6 легких танков и Шеридан ракетный имеет самый низкий ДПМ. То есть, его фишка это исключительно управляемые снаряды. Все. Больше никаких интересных приколов в данной машине нет. Ну, а многие скажут, что да и не надо. Ребят, что касается реализации данных ракет, мы сейчас с вами это дело обсудим в бою, но для начала давайте обсудим еще кое-что. Дело в том, что Шеридан ракетный уникальная коллекционная машина, которую можно выгонять из ангара исключительно в режимные бои. В нашем случае сегодня будем тестить в выживании. Если вы выберете себе обычные бои, то обратите внимание, что машину вы с собой в бой взять не можете. Данная опция, она заблокирована разработчиками и связана это с тем, что Шеридан ракетный дисбалансил, просто ужасно дисбалансил игру, ну и соответственно в рандом его перестали пускать. Ну, знаете, такой пляшивая овца, которую не хотят видеть в обычных боях. И в этом, ребят, основная проблема Шеридана ракетного, потому что реализовать его в режимных боях очень сложно. Там бои, как правило, хаотичные, вакханальные, быстрые, крайне неорганизованные, там происходит черт знает что без какой-либо тактики и стратегии. Там все носятся куда попало и для Шеридана это очень большая проблема. Связано это с тем, что Шеридану необходимо, во-первых, расстояние между ним и соперником, ему необходимо укрытие, за которым он будет находиться для того, чтобы навесом закидывать снаряды по соперникам. А в таких боях, как Выживание, Биг Босс и подобные, этого всего вы не найдете. Есть реалистичные бои, но совсем другая история, потому что там вы не видите зоны пробития танков. Есть и, ребят, противостояние, но тоже далеко не то же самое. Короче говоря, в этих всех режимах, которые пускают Шеридана ракетного, машина практически нереализуемая. Да и в целом, ребят, реализовать данную машину получалось далеко не у каждого. Я, допустим, будучи средним игроком, в свое время Шеридана ракетного открыл на нескольких своих твинках, но при этом не успел открыть его на основном аккаунте. Да-да, именно открыть, для тех, кто не знает, Шеридан ракетный в свое время находился в ветке исследования, был на 10 уровне вместо Шеридана обычного. Но когда разработчики узнали, насколько сильно машина дисбалансна, они ее вывели из игры и превратили ее в обычную проходную машину с обычными снарядами. По большому счету, просто похоронили данную затею с управляемыми снарядами. Да, есть вот такой вот прикол того, что вы можете находиться за каким-то укрытием, из-за него закидывать, но, ребят, на сенсорнике с этой задачей справиться практически невозможно, потому что вам необходимо поднять орудие вверх, зафиксировать прицел правой кнопкой мыши. Если вы играете с компьютера, вы поймете, о чем я говорю. Запустить снаряд и дальше подкручивать его своей мышью. Короче говоря, задача далеко не из легких. И реализовать эту машину, как я уже сказал, получится далеко не у каждого игрока. Поэтому не спешите радоваться тому, что у вас будет возможность забрать себе уникальную тачку. Хотя да, тачка уникальная, с этим я спорить абсолютно не буду. Давайте попытаемся что-то сделать, что ли, как-то вот так вот закинуть и будем надеяться на то, что мы хоть в кого-нибудь попали. Короче говоря, основные минусы по данной машине, это то, что реализовать снаряды, как я уже сказал, задача не из легких. Это первое. Второе, что необходимо помнить, что данные снаряды только доставляют хлопот, потому что тебе необходимо не просто прицелиться в своего соперника. Тебе необходимо подправлять дальше свой снаряд, тебе необходимо вести своим прицелом за соперником. А все это время ты находишься без движения, ну и соответственно в тебя гораздо проще прицелиться твоим врагам. Тебе необходимо находить какие-то удобные для ведения боя участки. И это все, я бы сказал, больше проблема, чем удовольствие. Так, ну вот как бы забыл включить голду и в принципе до свидания. Думал, что стреляю ракетой. В общем, ребят, Шеридан ракетный, откровенно говоря, как уникальная машина в нашей игре, так в то же время и очень большой хобот, очень-очень большой хобот, с которым приходится справляться. Это картон, безусловно, и который выцеливают абсолютно спокойно. И это машина, которой очень сложно управлять в отношении того, чтобы наносить максимальный урон. Ну а получать данную машину для того, чтобы откидывать обычные базовые снаряды, ну, я бы не сказал, что является нормальной затеей. Я не хочу досматривать бой, просто потому что мы заходили в бой не для того, чтобы получить какие-то результаты, а для того, чтобы попытаться пострелять этими ракетами. И, честно говоря, я лично фана и кайфа абсолютно никакого не ощутил. Я ни в коем случае не отговариваю вас от участия в ивенте, потому что в этом ивенте можно будет поживиться огромным количеством всего другого интересного и бесплатного. А это уже очень хорошо. А вот что касается Шеридана ракетного, то просто знайте, что получив данную машину, вы поставите ее себе в ангар и будете крайне-крайне редко выкатывать ее в обычных, господи, в обычных, не в обычных, а вот как раз в режимных боях. И, поверьте мне, в большинстве своем особого удовольствия от этого вы получать не будете. Шеридан, он действительно на что хорошо способен, так это, допустим, в тренировочных комнатах со своими друзьями, весело поперестреливаться, если у них есть тоже Шеридана ракетная, ну и устроить какой-нибудь такой мини-морской бой, но в танках. Но не более того, если вы гоняетесь за суперрезультативной какой-то машиной, поверьте, Шеридан ракетный будет давать хорошие результаты не более чем у 2% наверное игроков из всех 100%, которые данную машину получат, либо уже имеют у себя в ангарах. У меня есть данная машина на нескольких твинках, как я говорил, но я не использую ее, потому что не получаю от этого абсолютно никакого удовлетворения. Есть, да и есть. Вот такая вот она правда про Шеридана ракетного. Ожидаем ивента, посмотрим на условия и, наверное, то, насколько сложно будет забрать Шеридана ракетного из ивентного события, будет подсказывать нам, а стоит ли вообще этим делом заниматься. Но мы это обязательно обсудим тогда, когда стартанет ивент. Ну а вы для того, чтобы не пропустить это видео, обязательно подписывайтесь на канал, я выставлю вам свое мнение по поводу ивента, как только он даст старт. Спасибо вам большое за просмотр, мира вам, друзья мои, я побежал снимать для вас следующие видео и обязательно спокойствие. Пока-пока!